Алаз, 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 Арбаледен, Алаз. Алаз, 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 Арбаледен, Болгалас. Джакшлыкты тенгирберде, джарккүнды генгирберде. У Майинэй и Нору стали символами обновления природы. Празднование Норуза начинается со слов благословения прародительницы кыргызов. Окуривая пространство веточкой арчи и произнося Алаз, Алаз, Арбаледен, Алаз, Умайинэй будто бы отгоняет злых духов. Наши предки из древле праздновали Норуус, выражая надежду на новую жизнь, новую силу. Верили, что с приходом этого дня жизнь изменится к лучшему. Умайинэй и Норуус неразрывны. Я часто выступаю в качестве Умайинэй. Но Руус невозможно представить и без сумюлека. Это блюдо является обязательным атрибутом торжественной трапезы. Сумюлек готовят из проросших зёрен пшеницы, которые перемалывают. А затем варят в котле на масле с добавлением муки в течение суток. Во время варки сумюлека добавляем 41 камень. Это делается для того, чтобы сумюлек не подгорел. Есть такое поверье, что если вы найдете в своей чашке с сумюлеком, один из этих камней можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. И еще нужно перемешивать с добрыми помыслами, думать о хорошем. Сейчас, перемешивая сумюлек, я думаю о своей стране, чтобы у нас было все хорошо. Норуус знаменует собой начало нового года. С 1985 года отечественные историки и писатели собирались в узком кругу и своеобразно отмечали этот день. Они изучали историю праздника, различные факты. На таких встречах впервые были утверждены употребляемые сегодня названия месяцев и дней недели на кыргызском языке. Таким образом, кыргызская интеллигенция обращалась к своим корням, истинным традициям и истории. Изначально Норуус был языческим праздником зороастрицев, которые считали день весеннего равноденствия с священным. Он отмечается как начало нового года более 300 миллионами жителей во всем мире. Норуус играет значительную роль в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения идеалов мира и добрососедства. Только после обретения независимости Кыргызстан внес этот праздник в календарь. В регионах страны в те годы по-разному отмечали праздник весны. В этот день обычно нарядно одевались, собирались вокруг дастуркона и обсуждали новости – будущий урожай и приплод. Перед праздником каждый старался расплатиться с долгами, помириться с теми, с кем был в ссоре, убраться дома, опрятно одеться. То есть у всех было такое понятие, что наурус – новый период, надо встречать без долгов, обид с добрыми помыслами и надеждой на лучшую жизнь. У праздника также есть и свои обычаи и приметы. К примеру, если в праздник наурус идет снег, то считается, что весь год будет удачным. А в ночь перед праздником нужно заполнить все емкости в доме молоком, водой и зерном, чтобы всегда был достаток, а урожай в наступающем году был богатым. Нужно проводить наурус с хорошими людьми, ведь, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. В этот день у всех у нас появляется надежда на лучшее светлое будущее. География распространения праздника чрезвычайно широка. В 2009 году наурус был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. ООН считает, что праздник способствует продвижению ценностей мира и солидарности как между поколениями, так и внутри семьи, что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами. Чазгуль Бахтбек, Зазама Джапаков, Фалату, 24. Итоги недели.